МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Пьер Клистьян Браши. Это программа о России и о ее виду. Сегодня мы перенесемся в Тюминскую область, в Сибирь, и говорим о русских, которые давно уже переселились за Ураль. У нас в гостях Тамара Николаевна Трунилова. Она сопредседатель Тюменской областной общественной организации Общества русской культуры. Тамара специально приехала из Тюмена. Добрый день! Здравствуйте! У нас программа сегодня неординарна. Правительство Тюминской области решили совместно сделать спецпроект. И наша съемочная группа летом отправилась в Тюминскую область для того, чтобы снимать разных народов и народов, которые там живут, в том числе и русских. Тамара, давайте посмотрим наш первый сюжет. Сегодня мы находимся действительно в Тюменской области, на территории за камнем. Камень называется Урал. Это наши уральские горы. Мы находимся за камнем. Хочу сказать о том, что первый, кто сюда пришел, это, конечно, 1586 год. Это пришли сюда казаки. Абсолютно они были разных национальностей. И поэтому здесь у нас сформировалась старожильческая культура. Старожилов называют, если говорить в народе, то старожилов называют чалдоны. Почему? Потому что, ну, как говорят нам исполнители, информаторы, что это люди, которые пришли с дона, приплыли на чалмах и так далее. Ну, это чалдоны. Еще их называли по-разному. Это было такое немножко ругательное слово. И поэтому, конечно, русские старожилы обижались. Называли их те, которые пришли уже позже сюда. Естественно, если говорить о второй половине 19 века, когда было отменено крепестное право, сюда очень быстро пошли переселенцы. Переселенцы пошли с Курской губернии, с Воронежской, то есть с юга России пошли. Пошли с Украины, с Белоруссии. И их стали называть самоходами. То есть они пришли сами. Их называли по-разному. Новопоселенцами, переселенцами, самоходником, хохлами. То есть их называли по-разному. Но если говорить о них, то они попытались даже название деревень сохранить. Тех, откуда они пришли. Тамара, с какого времени переселились вообще народ из России? Когда говорят о том, что действительно с похода Ермака Тимофеевича началось массовое переселение сюда, и правы, и неправы. Потому что за несколько веков до того ушкуйники Новгорода, ушкуйники, это такие крепкие люди на кораблях, которые ездили по Северному пути и заходили в Апскую губу, которая сейчас на территории Тюменской области, они заходили еще в XI веке. В XI веке. И часть из тех людей, которые приезжали сюда, они оставались. Кроме того, здесь проходили... Это все-таки далеко, Обская губа... Тюменская область огромная. Тюменская область, она огромна. Мне очень нравится высказывание одного современного поэта, который говорит, Сибирь, Сибирь, богатый край, кому-то мрак, кому-то рай. И вот мне кажется, освоение Сибири и жизнь в Сибири, она всегда вот между этими двумя полюсами. Кому-то мрак, например, тем... Кому-то рай. Кому-то рай. Вот, поэтому, когда приезжали сюда вот те же ушкуйники, с которых мы начали разговор, по Северному пути на кораблях пребывали, они видели, с одной стороны, богатства несметные, потому что 70% пищи находилось вот просто в свободном доступе, как мы бы сказали сейчас, потому что это охота великолепнейшая, рыбалка прекраснейшая, пушнина, которая очень ценилась везде, и, в общем-то, ездили сюда и плавали как раз вот промысловики для того, чтобы скупить пушнину. Мы слышали слово тоже челдон, это что такое? Это вообще любой сибиряк, это челдон или нет? Вот я только вчера разговаривала с челдонами. Это образованнейшее... Как они выглядят? Они выглядят прекрасно. Хотела сказать так же, как мы с вами. Это русские люди, предки которых переселились сюда очень давно. Вот женщина, она директор музея, и говорит, что ее предки сюда прибыли в 13 веке и никогда отсюда не выезжали. Это почти коренные такие народы. Да, они коренные. Кстати говоря, по международному праву, по стандартам, те люди, которые, тот народ, который живет свыше 400 лет на этой территории, а русские живут на территории Сибири значительно больше, период времени, являются точно таким же коренным народом Сибири. Это есть челдон? Да, о челдонах. Значит, здесь нет единого... Ну, это очень далекие времена. И единого мнения по поводу того, кто такие челдоны, вот перемешивались ли они с местным населением, а, видимо, перемешивались, вот, были ли это те люди, которые единицами или малыми семьями сюда приезжали. Тем не менее, челдоны – это старожилы русские, старожилы Сибири. Вот такое определение. Возникает несколько вопросов, связанных вообще с тем, что такое челдон. И в процессе подготовки, вот мы читали историю, изучали, и я хочу задать вопрос своей приятельнице, которая недавно издала словарь старожильческих говоров, для того, чтобы проверить версию, которая родилась у нас буквально на днях. Да, и версия – это такая, да, это будет, может быть, такой фишечкой, да, новеньким чем-то. Я не встречалась с такой гипотезой, но мне кажется, и вот мы с челдонами, с которыми я встречалась, поделилась этой вот версией, и она им понравилась. Дело в том, что в воспоминаниях старожилов мне попалась такая фраза. Да на лодках мы сюда приезжали, а действительно это был основной путь перемещения. На лодках мы сюда перемещались, вот нас лодочниками и зовут. Я поднимаю словари, а нет ли такого слова в говорах челдонка? И я встречаю это слово, челдонка – это лодка с цельным дном. Поэтому, когда говорят о доне, о доне, когда говорят дон, забывают о том, что у нас есть еще слово дно. И вот те лодки, на которых они пребывали, их называли челдонками. И люди, которые на челдонках пребывали, да это челдоны и есть. И вот такая версия, гипотеза, я сейчас вот ее, как говорят, не очень хорошее слово, но вот я ее назвала, озвучила. И мы попробуем обсудить эту версию, насколько она имеет право на жизнь. Я понимаю, почему она нехорошо и приятно, и хорошо себя чувствует. Давайте посмотрим наш следующий сюжет. Когда вы заезжаете в старожильческую деревню, то ее можно вот сразу узнать. Во-первых, это большие бревна, дома из больших бревен. Зимы же были очень суровые. И поэтому, не как сегодня и сейчас, и поэтому, конечно, сами дома, они вот как бы на них посмотришь, это действительно вот что-то такое сибирское, это такое крепкое, это такое суровое. Вот у старожилов еще пять стен в избе точно, они до сих пор есть, сохранились. Да, они сохраняют правый угол, там обязательно икона есть, да. Если раньше это все пряталось еще, первое даже время, когда вот мы ездили, это все, иконы все прятались, то сейчас это все сохранено и стоится. Вот. У переселенцев, вот вы когда даже заходите, то вы можете увидеть, что бревна, они закрыты фанеркой. Понимаете почему? Потому что тут надо было роспись, да, сделать. То есть у них они как-то более облегченные, что ли, они как-то, может быть, они из тех же бревен сделаны, но они как-то вот смотрятся, например, разукрашены по-другому, они какие-то более легкие сами вот по себе. Даже вот сегодня, заезжая, например, в такую деревню, ты видишь, что даже краска более яркая сама по себе, там, синяя, желтая, да, чем у старожилов, у них очень часто вообще не разукрашено ничего. И у старожилов в основном все дома были под одной крышей, то есть чтобы не бегать далеко, холодно же было, вот. А у переселенцев, они сначала ставили дом, но потом они тоже поняли, они уже стали очень сильно перенимать. Вот дом, да, действительно, есть разница между домами, которые строили Челдонам и Челдоны. И переселенцы, и новые переселенцы. Разница действительно ощутимая, но вот здесь есть тоже очень интересный момент. Дело в том, что когда-то Челдоны строили что-то, такие укрытия наподобие землянок, потому что жизнь в те далекие времена, мы говорим с вами и 11-й, и 13-й век, времена тяжелые, и последующие времена были тяжелые. И когда мы говорим, что и мрак, и рай, так это действительно было так, и это касалось и жилища. Челдоны на первых порах строили землянки, укрытия, и таких вот крепких домов у них не было сначала, потому что было просто опасно жить, и они перемещались. Но самое интересное, что из этих челдонских домиков стали делать охотничьи заимки, и заимки сохранились до сих пор. Вот приблизительно такие, ну, сама идея этих, значит, челдонских домов, она была в основе вот этих заимок. А на что похожи эти дома? А вот дома, когда жизнь стала поспокойнее, то старожилы, обладающие определенным достатком по сравнению с переселенцами, которые приехали с узелками своими, они действительно увидели, как строят дома переселенцы, вот эти новопереселенцы, и стали тогда строить вот эти замечательные дома с тяжелыми бревнами, которые стояли долго и были определенной крепостью. На самом деле здесь я не вижу что-то похожее на архангельские дома. Они все-таки по архитектуре достаточно сильно отличаются. Значит, откуда эти дома? Откуда вот архитектура? Это южная? Да, вот разница действительно есть. И если мы говорим об архангельских, костромских домах, то чаще всего там дома высокие, нижний этаж, даже без окон, для того, чтобы там хоронить что-то. Здесь такой необходимости не было, поэтому здесь очень много места, и поэтому выстраивались целые амбары рядом. Вторая, наверное, причина, которая здесь была, ну вот бревна уж слишком, они тяжелые, поднимать их на большую высоту просто тяжело, трудно. Вот, поэтому здесь, ну, будем считать, что это местные умельцы, вот уже приспосабливались к новым жилищным условиям. Адаптировались. Адаптировались. И вот то, что связано с домами новопереселенцев, посмотрите, они попроще, чем дома старожилов. Почему? Потому что переселенцы приезжали с одним узелочком, и они были победнее, они не могли себе выстраивать вот такие дома. Посмотрим наш следующий сюжет. Вот на мне вы видите костюм переселенцев с Архангельска. Сарафан украшен пуговками. Пуговка была неотъемлемой частью традиционного северного сарафана. Ученые в разных местах говорят о том, что наличие полностью пуговок говорит о том, что девка замужем, что у нее есть дети. Но когда пуговок немного, как правило, они доходят до талии, это говорит о том, что девка не замужем, то есть она свободная. Это называется гайтан. Это традиционное украшение, которое распространено у нас в Сибири. Гайтан имел функцию охранную. Именно этот гайтан, он защищает пуп. Это действительно называлось пуп. Вообще в Сибири традиционно носили семь типов гайтанов. Воротник охранял горло. Второй тип. Это вот такой вот воротничок. Это так и были воротнички. Он охранял верхнюю часть, как бы грудь. Третья часть здесь охраняла непосредственно грудь. Четвертая охранял непосредственно живот, потому что женщина носит ребенка. Пятая охранял половую сферу. Здесь проходил шестой гайтан. И седьмой гайтан, он прям вот этот кулон, он опускался до коленей. Он охранял именно колени, чтобы ничего с ногами не случилось. Вот возможно ли увидеть что-то из России, из западной России в этих костюмах, которые остались в Сибири? Или это уже смешение с местными народами, которые там уже жили? Вот знаете, здесь есть, вот я смотрю этот сюжет, и у меня возникает вопрос, знаете какой? Вот у нас часто религия связана, значит, ну вот, допустим, православие, да, или вот мы говорили с вами немножечко о старообрядцах. Верование очень часто связано еще и с некоторыми суевериями, веры в духов. Вот она показывает здесь, значит, макошь, да, которые вплетены в девичью повязку, что само по себе не очень хорошо, потому что это женщина. У женщины не должно быть такой девичьей повязки по вот нашим костюмам. Я когда задаю вопрос фольклористам, тем людям, которые занимаются русским костюмом, я говорю, девушки, вам 50 лет, вы в девичьих повязках. Они нам идут, они нам нравятся. Они заявляют, ну вот здесь такое молодечество у них просыпается. Вот. На самом деле в русском костюме, конечно, было все знаково. И шапочка, и, значит, вот то, что вплетено здесь, и украшения всевозможные. Здесь переплетение, вот это плетение, и это переплетение веры с суевериями. Вот это один такой момент здесь. Но вот я увидела, значит, богиню Макош, которая вплетена у нее, это такая куколка. Вот. Удивительно то, что мы в этом году отмечаем тысячелетие памяти князя Владимира, крестителя Руси. Так вот у него на иконостасе была вот эта богиня Макош, вот языческая богиня Макоша. Хорошо. Вот единственная из языческого пантеона она там была. И вот смотрите, тысяча лет прошла, и все это повторяется до сих пор в костюме. Давайте следующий сюжет. Тоже о костюме. Если вы обратите внимание, у меня повязка. И повязка – это украшение девки. Это говорилось о том, что девка не замужем. Головная повязка. Она, конечно же, у меня девичья, но выплетена на головной повязке Макош. Макош – это женское божество, которое помогало женщинам и в родах, и в жизни. У меня есть косник. Это также атрибут девичьего костюма, который говорил о том, что девка свободная. Наверное, кидается в глаза, попадает очень сильно в глаза, наличие огромного количества бисера на мне. Эта красота нам также пришла из севера. В Сибиряке всегда были очень богатым народом. И за 100 грамм бисера давали 100 грамм золота. Или пушниной. Это было очень дорого. Вот эта сумочка. Такую сумочку девки носили не просто так. Иногда в них хранили маленькие конфетки, может, какую-то монетку. Но в основном это косметичка. Потому что в таких вот сумочках девки хранили свеколку и морковку. Потому что женщина, она всегда женщина. И в старые времена, и сегодня. Она губки подкрашивала. Угольком глазки подкрашивала. И вот таких косметичек нами зафиксировано очень много. Что в этом сюжете интересно? Ну вот язычество, которое представлено в костюме, вот эта богиня Макош, действительно, местные верующие здесь что-то заимствовали у народов, которые жили. Вот у аборигенов. Потому что аборигены были язычниками, и они относились к природе, как младшие братья относятся к старшему брату. То есть они считали, что духи природы правят всем. И в том числе вот эти духи могли быть представлены и различными божествами. Вот в данном случае здесь действительно вплетение языческих каких-то традиций в костюм. А вы думаете, что в манталитете сибиряков есть такой элемент язычества? Это из-за пространства, из-за того, что лес такой страшный, он вообще огромный, темный, там холодно. Это даст какие-то черты манталитета сибиряков? Вот знаете, я однажды почувствовала, вот что такое сибирская тайга, находясь в глубинке сибирской, на холме, и когда бескрайние вот эти таежные просторы и какое-то такое ощущение вот этой таежной силы, оно почувствовалось. Я думаю, что вот это ощущение природы у сибиряков есть. Вот давайте посмотрим следующий наш сюжет, как раз где девушка описывает, что это за другой костюм. Редом со мной стоит девушка. На ней вы видите самоходовский костюм. Видите, какая сильная, большая сразу разница? Самоходы – это те люди, которые пришли с Украины, с Белоруссии. Особенность этого костюма – это вышивка. Во-первых, уже беленькая. Все другое – вышивка. Конечно же, в основном они расшивали большими цветами. Но, придя в Сибирь, самоходы столкнулись с местным населением. Значит, происходит взаимовлияние двух культур. И они стали уже от местного населения брать вот такую ромбовидную форму. У белорусов и у украинцев не было ромбовидной формы. И вот они взяли вот такую вот лягушку, но, тем не менее, они продолжают вплетать свой цветочек. Вот такая особенность. Люди всегда берут для себя, для жизни то, что им удобно. У самоходов почти аналогичная юбка, только она чуть-чуть пошире. Но, тем не менее, казаки, когда пришли, у них… Капепернис, где? У них, видите, вот какие вот тут вот складочки, что очень удобно. Точно так же ее можно приподнять и накладывать огурцы, помидоры, что понравилось, в принципе, всем, не только самоходам, но и коренным жителям Сибири. И такая юбка, она стала очень незаменима в быту у сибиряков. Она говорит, коренные жители Сибирь. А вообще, я сегодня уже сомневался, потому что вы мне рассказывали в начале, что в XI веке пришли, и уже они коренные. Вот как вообще понимать сегодня, что русские, которые пришли, кто коренные, кто не коренные, или вообще все коренные? Считается, что если 25 лет уже человек прожил на какой-то территории, он уже с нею как бы сроднился с этой территорией. Это про меня уже. Про вас, наверное, да. А если… Ну, это уже не про вас. Значит, если он похоронил в этой земле кого-то из своих родственников, то эта земля уже его. То есть он щит… Да, да. И причем вот это где-то вот внутри у человека очень живо. То есть вот одно поколение, и кто-то в этих краях уже лежит, и все. И вот здесь, когда мы говорим о сибиряках, то сибиряки проживут на 100 лет. А что, разве они уже не коренные? Да, они тоже здесь коренные. Ну, а когда здесь вот в сюжете говорилось о коренных жителях, то ромбики вот эти интересные и напоминающие рога оленей немножко, да, здесь могли быть мотивы северных сибиряков, аборигенов. Вот, конечно, они здесь могли прозвучать. А то, что мы говорим о сибиряках, вот кто себя считает сибиряком, вот часть вашего вопроса. Вот, наверное, те люди, которые сделали очень многое для Сибири. Но если мы говорим о русских Сибири, то, скорее всего, коренными жителями все-таки будут те, у кого на протяжении ряда поколений вот сюда приехали предки. Вот те, я считаю, 100 лет, это тоже немало для того, чтобы считать себя сибиряком. Но все-таки вот задают иногда вопрос, а может быть вообще такой этнос будет сибиряки? Я думаю, что будет сибирский характер, и отказываться от такого замечательного сибирского стильного, все преодолевающего характера, наверное, никто бы и не собрался. А вот есть ощущение, что через 100 лет будут еще и сибиряки? Я думаю, что будут. Люди с сильным характером, которые знают историю Сибири, России и мира и сохраняют вот это наше все преодолевающее, позитивное, жизнеутверждающее начало. Спасибо большое. Сегодня мы побывали там, в Тюменской области, где живут сибиряки. И вы знаете, я был в Сибирь много раз, и в Тюменской области в том числе. И меня так тепло приняли, что иногда я тоже говорю, когда я там, я сибиряк. Паравар, скоро увидимся. КОНЕЦ